Меня зовут Быстров Тимофей. Мне 11 лет. Я жил в городе Ноябрьск. Я прочитаю отрывок из сказки «Рассеянный волшебник», которую написал Евгений Шварц. Жил-был на свете один ученый, настоящий и добрый волшебник по имени Иван Иванович Сидоров. И был он такой прекрасный инженер, что легко и быстро строил машины, огромные, как дворцы, и маленькие, как часики. Между делом, шутя, построил он для дома своего чудесные машины, легкие, как перышки. И эти самые машины у него и полмели, и мух выгоняли, и писали под диктовку, и мололи кофе, и в домино играли. А любимая его машинка была величиной с кошкой. Бегала за хозяином, как собака, и разговаривала, как человек. Уйдет Иван Иванович из дома, а машинка эта и на телефонные звонки отвечает, и обед готовит, и двери открывает. Хорошего человека она впустит в дом, поговорит с ним, и даже и споет ему песенку, как настоящая птичка, а плохого прогонит, да еще залает ему вслед, как настоящий цепной пес. На ночь машинка сама разбиралась, а утром сама собиралась и кричала, хозяин, ах, хозяин, вставать пора. Иван Иванович был хороший человек, но очень рассеянный, то выйдет на улицу в двух шляпах, разом, то забудет, что вечером у него заседание. И машинка ему тут очень помогала, когда нужно, напомнит, когда нужно, подправит. Вот однажды пошел Иван Иванович гулять в лес, умная машинка бежит за ним, звонит в звоночек, как велосипед, веселится, а Иван Иванович просит им, тише, тише, не мешай мне размышлять. И вдруг услышали они, копыта стучат, колеса скрипят, и увидели, выезжает им навстречу мальчик, везет зерно на мельницу. Поздоровались они, мальчик остановил телегу и давай расспрашивать Иван Ивановича, что это за машинка, да как она сделана, Иван Иванович стал объяснять. А машинка убежала в лес гонять белок, заливаться, как колокольчик. Мальчик выслушал Иван Ивановича, засмеялся и говорит, нет, вы прямо настоящий волшебник. Да вроде, отвечает Иван Иванович, вы, наверное, все можете сделать, да, отвечает Иван Иванович, ну а может вы, например, мою лошадь превратите в кошку. А чего же, отвечает Иван Иванович, вынул он из жилетного кармана маленький прибор, это говорит зоологическое волшебное стекло, раз, два, три. И направил он уменьшительное волшебное стекло на лошадь. И вдруг, вот так чудеса! Дуга стала крошечной, оглобли тоненькими, сбруя легкие, вожжи повисли, как тесемочки. И увидел мальчик вместо коня, запряженного на его телеву, кошку. Кошка стоит, важно, как конь, и роет землю. Субтитры создавал DimaTorzok